всем привет мы сейчас плывем или идем на остров кулан ловить рыбу но не просто ловить жарить солить есть приехали мы сюда на майке парковочка свободно а пароход наш справляется пароход остров кулан вирс полихай сейчас около 9 утра смотрите какие классные цветочки на удивление народу немного обычно здесь очень много китайцев особенно вечером толпами просто не пройтись там всегда ловится рыба беспоигрышный вариант мы едем загорать и ловить рыбу плавать курил снорклить будем маски с ластами ночью будет очень классно это одно из самых любимых занятий остров кулан он находится ближе всего мотая довольно-таки неплохой там и водичка чистая рыбка есть самое главное что он близко уехать не надо билет стоит стоил по крайней мере 40 бат до 30 до 40 сейчас узнаем подойдем посмотрим плыть плыть сколько минут 40 до 40 50 минут здесь два разветвления одно налево другое направо налево это сама и он план сама и посмотрите преимущество нашу кампера отличная реклама так она права вот на пола на женщина показывает куда ехать ту сторону мы должны успеть по 32 туда вверх-вниз мы ходим на низ народ уже есть подверг нормально не стоит Чем хорошо на острове Пылан, есть всегда 7-11. Если вы проголодались, то всегда можно что-нибудь там перекусить. И еще не забывайте обязательно, нужно быть здесь до 6 вечера, потому что последний теплоход уходит в 6 вечера. Иначе придется потом ехать своим ходом, либо персональный катер, либо оставаться ночевать. В общем, сами выбирайте, что вам нужно делать. Обычно паром идет, объезжает остров с правой стороны. И оттуда уже идут тук-туки на пляж. Но нам сегодня повезло, и приехал теплоход прямо на то место, где он отправляется. То есть то место, куда вы приплываете, и то место, куда вы в Паттайе едете. Это разные вещи, оказывается. Привозят в одно, уезжаешь с другого места. И вот мы здесь сейчас будем искать тук-тукер, чтобы опять попасть на пляж. Пляж Манки-Вич. Поехали, я с вами живу. Нас ждал. И секунды-тукер подождали. Пляж Манки-Вич. Пляж Манки-Вич. По 30 бак на человека. Все отлично. Мы на острове Кулан. Пляж Манки-Вич. Погода супер. Настроение. Да, настроение еще лучше, чем погода. Да, вот там, кстати, то, что называется Манки-Вич. Обезьян все время ходят, кормят. Ну, мы не особо любители этих существ, поэтому мы туда не пойдем. А вот там тоже можно ловить рыбу, плавать. Там, кстати, неплохой снорклинг. Можем в маске поплавать. Там кораллы, рифы такие. То есть очень довольно-таки классно. Неплохо. Покупаться чисто с семьей, с детьми. А мы идем вот направо. Вот туда, через вот эти вот там дорожка такая. И направо. Ее отсюда не видно. Ну, скажем так, дорожка не детская. Нужно обладать внимательностью, да. Поэтому надо быть внимательным, чтобы не упасть. Песочек вообще классный. Классный песок. Чистый. Мягенький. Супер. Кинотеатр. Солнечных удовольствий. Дорожку эту найти не сложно. Она вот так вот уходит по пляжам, камешками и травой. Хороший вид отсюда. Кстати, он видно под Тая. Все, пошли вперед. Парам-парам. Тробинка заканчивается, но мы идем дальше. Аккуратно здесь, потому что вот такая вот дорожка. Смотрите, какие прикольные кактусы. Смотрите, какие прикольные кактусы. Держимся правее. Как-то один раз я помню, опоздал в охоте. Ну как опоздал. Рыба неплохая была неплохая. Я в ажиотаже был. Думаю, ну хватит мне минут. А вот 40. 30 доехать. А Антук-Туки здесь ехать минут 6. Можно и пешком 30 минут. Пришел туда, где тук-туки отправляются. А они... А то ли народу не было. Что-то... Никто не едет. Сижу, жду, жду, жду. Никто не едет. Говорит, 150 бат. И поехали. И говорю, 150, когда ехать. Максимум за 30 дней. В общем, не стал я ждать. Пошел пешком. Обычно здесь отлив. И довольно-таки много места. Короче, я пошел пешком. И перед носом моим минуту опоздал. Я уехал в теплоход. Сижу такой 6 часов. Думаю, что делать? Последний теплоход. Второго нет. Вернее, следующего нет. Постою, жду. Думаю, что делать? Смотрю, подтягиваются еще такие же товарищи, как и я. Опоздуны. Опоздуны, да. Стали мы вместе думать, что делать. Но! Это же тайцы. Они всегда знают, что после теплохода есть опоздуны. И так была такая тайочка одна, которая ходила и собирала нас всех. В общем, говорит, давайте скидывайтесь по 300 бат. Мы сейчас катер снимем. Мы небольшой один. для вас. В общем, человек у нас 10-12, где-то я не помню, собралось. И мы все скинулись. И она вроде как организовала, взяла там какую-то себе сумму, позвонила. Кого-то пытались там пару раз надурить даже. Те заплатили не 300, а по 500 бат. В общем, с горем пополам. Мы втихаря, значит, с пирса там слазим вниз по лестнице такой, не детской. Вот, и... Как у нас диверсантов, в жилетах, по волнам. То есть, ну, там нормально так качают, когда на маленьком катере. Ну, с мотором. Вот. Вот, 20. В темноте полный кромешный. Довезли нас до берег. Вот. Ну, больше я решил, что я опаздывать не буду. Зато здесь никого нет. Никого нет. Ну, редко бывало только. Мы, в основном, всегда одни здесь. В общем, прилив такой неслабый. Обычно вода метров, не знаю, десяти, наверное, даже. Вот дальше. А тут прям вот. Здесь, конечно, не песочек, но мы не до песков туда пришли. Ну, мы там сейчас будем закидывать и будем на рыбку ловить. Но здесь тоже есть такое укромное место. Ой, вода класс. Теплая водичка. Ну, тоже нормальное такое местечко здесь. Все. Я приобрел вот такой вот раскладной спиннинг. Телескопический. И катушка к ней. Стоит он пять баксов. Катушка тоже стоит около пяти долларов всего на все. То есть это эконом-классно. Все, она неплохо работает. Длиной он метр семьдесят. Меня вполне устраивает такая длина. Собирается компактно. Раскладывается. Здесь у меня леска. Плетеночка. Сейчас я еще ни разу не пробовал. Не ловил на плетенке. Единственный у меня вопрос, как она будет вот слетать с катушки. Легко или будет цепляться. Поскольку все-таки она больше на нитку внешне похожа, чем на леску. Сейчас будем смотреть. Да, кстати, нам обязательно нужна маска с трубкой. Потому что по-любому будут зацепы. И нужно будет прыгать в воду, нырять. То есть это мы рыбу луем и купаемся. И загораем. В общем, всем в одном. Ловить я буду на курицу. Пробовал я ловить здесь на креветку. На мидии какие-то. В общем, слетает, взбивает моментально. То есть поймать невозможно. Ну, очень сложно, по крайней мере. А тут как-то мне отец посоветовал. Говорит, а ты, говорит, на курицу попробуй. Я попробовал вообще в тему. Ну, конечно, тоже слетает все, но не так. И стоит это копейки. Я покупал. Там курицу берешь, там, 200-300 грамм, 20 бат. В Паттайя. Ну, 30 где-то. Можно в Пескалотус купить. И вот тебе наживка. Нарезаем маленькими кусочками. И чего, и все. А, да. Кстати, крючки, если кто думает, что чем больше крючок, тем лучше, вы ошибаетесь. Меня тайц местно научил тут. Значит, он сказал, что надо размер крючка. Не знаю, видно, надеюсь. Тройка. Кто... У кого-то она двойка считается. Вот. Ну, в общем, небольшой. Грузик где-то 12 грамм я использую. Два крючка я вешаю. То есть, по принципе, на большую рыбу здесь, я не знаю, я ни разу не ловил. Кто, может, ловил, поделитесь, пожалуйста. Я не видел. Сейчас я иду на разведку. Ну, попал, посмотрю, что там, чем вот так. И скажу, что там есть, еще нету, чтобы не гнырять. КОНЕЦ 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 Рыбы очень много. Она, конечно, небольшая, но всегда есть. Ее всегда много. Она всегда, всегда, всегда есть. Вот, в отличие от речной рыбалки, здесь никогда проблем не бывает. У хорошего рыбака, как говорится, должна быть только что удочка до река. Ну, у нас море. Я сплавал вниз. В смысле, в погоду. У меня из настроения вообще так поднялось. Так здорово. Прямо, наше соскучился. Вот, как будто родную мать увидел. Ну, может, не родную. Но все равно классно. Опять вернуться в природу, это вообще супер. Всем советую. Это Алена нарезала сейчас наш форм. И мы будем аккуратненько сюда его аминидзивать. Все, да? Так, я буду закидывать первый раз сейчас. Посмотрим, что получится. Ну, я знаю, что я не профессионал, я любитель. Поэтому, что происходит вот так спонтально. Когда я плавал в Москве, я посмотрел, где примерно лучше закидывать. Потому что камешки там везде. И между камешков, чтобы не меньше зацепок было, я примерно буду кидать вот туда. Что-то тянется, что-то идет. Маленький, домой. Маленький, домой. Кстати, полосатики, они очень вкусные, соленые. Вяленые. Да. Мы ты его не тьем, но сейчас не тьем. Так. Закидываем второй раз. Сразу же, сразу же надо это. Сразу же, сразу же, сразу же. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Полосатики мои. Красавцы. Кто-то скажет, наверное, я живодер. Нет. Я только учусь. Ну, не красота, а. Смотри. Не закинули мы третий раз. Ну, что, не закинули, сожгу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тарам-тарам-тарам В общем, не выловишь за день, устает рука У нас тут бассейн для них, поэтому им комфортно Я, кстати, поэкспериментирую, один поводок сделал на леске, другой на ветенке Честно, разницы не понял, по-моему, рыбам вообще все равно О, потяжелее чудо Не так красиво бьется Не понял, а не, есть Косой же, брат Близнец Леска ведет себя хорошо Бьет сразу, мгновенно Еще мне один тайц дал совет Лучше всего ловится, но По пяти вечера До отлива Вот как только отлив начинается Все Бесполезно Рыба уходит Моментально Поэтому Скорее всего Я начинаю рыбахнуть Снизу Наверное, не получится Очень хорошо, когда вот Курицу положил сюда Она на солнышке вядется Она становится пьет Она не так вот Плетается Отлично Чем Мавер Восемь 25 Восемь Восемь Бьет Все Восемь Мавер Мавер Ну тоже тяжеленький. Ой, я уже не вставал. Отдохну. Вот такого красавца мы еще поймали. Я это в маске видел, он подплывал. Интересовался. Ну вот он. Доинтересовался у нас. Мне, кстати, вот эти вот иголочки. Особенно у вершей. Они ядовитые. Поэтому лучше стараться не колоться. Вот они. Вот мы прошло у нас минут сорок. Где-то вот так. Поймали мы. Ну может даже час. Сколько там приблизительно штук? Не знаю. Эй, Эй, Аленка поймала рыбу. Класс. Красивая. Ага. Бычок. Бычок. Эй, я думаю, что такое тяжеленькое идет. Да что, вон оно что. Вон оно что. Классное, да? Кусочки побольше положил. Нормально так. Воду надо слить, конечно. Вода не сталкивается. Вода не сталкает, тогда она это. У нее такая колючая будет. Аж светится. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.